А еще в России сегодня официально завершился политический сезон. Сегодня официально начался отпуск президента. В Шуйской Чупе он будет работать с документами, а также ловить рыбу и любоваться местными красотами. Что же касается культурной программы, то Ельцина уже ждут в Кижах. И говорят, что он там даже собирается участвовать в фольклорном празднике. Правда, уже сейчас можно предположить, что местное начальство, как обычно, будет жаловаться главе государства на многочисленные проблемы. Знаменитые церкви, например, некогда построенные без единого гвоздя, теперь держатся только святым духом. Корреспонденты ТСН побывали в Кижах раньше президента. Почти три века назад плотник Нестор поставил этот храм. Он срубил его без единого гвоздя. По преданию, закончив работу и осмотрев собственное творение, он забросил свой топор в Онежское озеро и сказал, никогда больше такого не вырубить. Многие потом искали тот топор в надежде обрести секрет мастера, но так и не нашли. Однако теперь Кижи держатся на гвоздях и подпорках. Нет ни одного действительно стоящего проекта по реставрации этих церквей. Чего только не предлагают народные умельцы. Обработать древесину воском, смолой и даже химическим составом, способным превратить дерево в камень. Но ни один из этих способов не может быть всеобъемлющим для всех конструкций Преображенской церкви. По островам разбросано множество деревень. Для образованных заонежцев в музее практически единственное возможное место работы. Жанна – коренная островитянка. Она работает в музее, изучает традиционные карельские ремесла. Это очень интересно, очень успокаивает. Трудные зимние вечера. Разбросанность по островам не разобщила людей. Фольклорные праздники в Дне памяти православных святых – это не лубочные картинки. Все собираются на одном из островов, вместе идут в церковь, потом вводят хороводы и делятся новостями. Анна Потагина, Карелия, телевизионная служба новостей. Фольклорные праздники